Интересные факты Со временем продукция Apple для многих людей перестала быть просто телефонами, планшетами, ноутбуками и так далее. Сейчас любой продукт из них предмет мечтаний, ради заполучения которого некоторые готовы пойти на самые странные и глупые меры. Знакомства вслепую по газетным объявлениям и фотографиям, сделанным в фотошопе, остались в прошлом. Теперь вы можете не бояться встречи с понравившимся человеком. Лучший сайт знакомств видеоклуб.ру бесплатно предоставит вам возможность знакомиться через камеру. Дело было в 2011 году. 17-летний китайский школьник давно мечтал приобрести iPad 2. Но поскольку покупка iPad была молодому человеку не по карману, он в интернете нашел посредников для продажи своей правой почки за 22 тысячи юаней. Это около 3400 долларов. Парню сделали операцию, после чего он вернулся домой. Полученных денег ему хватило на покупку не только iPad 2, но и смартфон iPhone. Однако дальше новоиспеченный яблочник начал страдать от почечной недостаточности. Благодаря стараниям матери, которая дала широкую огласку делу, все участники сделки по продаже органа были арестованы. Двое парней из Янгчоу тоже хотели продать свои почки перед началом продаж шестого iPhone S. Инициатором идеи был Хуан, который был связан с подпольными торговцами человеческими органами. Он навязал эту идею своему другу с фамилией Ву. Была назначена встреча, но потенциальный покупатель почему-то на нее не явился. К счастью, Ву образумился и отказался от такого способа покупки iPhone 6s. Хуан был против и Ву пришлось даже обратиться в полицию. После чего Хуан сбежал и так и не понес наказание. Молодая китайская пара разместила в интернете объявление о продаже своего третьего ребенка, который на тот момент еще даже не был рожден. Покупатель получил малышку сразу после родов и заплатил 8000 долларов. Следователи выяснили, что деньги были потрачены на покупку iPhone, нескольких пар кроссовок и другой мелочи. Родители сказали, что хотели для дочери лучшего будущего, чем сами могут ей дать. Ведь у них уже есть двое детей. Студент из Китая сдал в аренду свою девушку, чтобы накопить на детище яблочной компании, а именно на шестой iPhone. Нет-нет, речь не идет о проституции. Парень за отдельную плату предлагал всем желающим красиво и романтично провести время с его возлюбленной. Разрешалось гулять, играть в различные игры, делать домашние задания и даже сидеть под луной. В интервью китаец заявил, что девушка осведомлена о его планах и поддерживает идею. Школьница разместила на Вейбо объявление о том, что она обменяет свою девственность на iPhone 4. Девушка из китайской провинции Гуандун потом призналась, что мечтала владеть iPhone 4, но ее отец не давал на него денег. Ради желанного телефона она решила продать единственную ценность, которая у нее была. В объявлении также были прикреплены фотографии девушки, информация о себе, так что идентифицировать ее было несложно. Тем не менее, не всегда странные поступки совершаются ради покупки смартфона, да и не только китайцами. Житель Денвера Томас Мартел обратился к хирургу за тем, чтобы тот сточил Мартелу кость большого пальца до размеров иконок в iPhone. Парень страдал лишним весом и из-за толстых пальцев не мог активно переписываться, то и дело не попадая в нужные клавиши. Хирург удалил часть костной ткани большого пальца Томаса, модифицировал корни ногтей и сшил мышцы по-другому. Результатом он остался очень доволен. Следующий случай произошел в Германии. 16-летний немецкий школьник случайно уронил свой iPhone в воду. Чтобы отыскать любимый гаджет, парень решил осушить водоем. При помощи шлангов и насоса подросток откачал всю воду в ближайший общественный туалет. Увы, iPhone так и не был найден. Зато родителям парня пришлось выплатить крупный штраф. И снова Китай. Жительница деревни в провинции Хэн-Нань нечаянно уронила мобильный телефон в гребную яму. Ее муж нырнул туда, чтобы достать драгоценный гаджет, но сразу же потерял сознание. Но сразу же потерял сознание от вони. На помощь ему бросилась мать. С нею произошло то же самое. Девушка, видя, что приключилась с ее близкими, решила их спасти. Ее примеру последовали отец и двое соседей. Однако выбраться наружу самостоятельно никто не смог. Всех вытащили наверх при помощи веревок. Но супруг и свекровь, владелец и смартфона, дышавшие миазмами дольше всех, скончались еще до приезда вызванной скорой. Что же до злополучного телефона, то он, вероятно, так и остался на дне деревенского сортира. Ну что ж, мир замер в ожидании новых, жутких и смешных историй. Теперь уже с седьмым айфоном. А на что ты готов ради Apple? Понравилось видео? Тогда ставь лайк и подписывайся на мой канал.